Понятно, что ограничение наличного расчета, так же как любое ограничение расчета, оно чревато теми или иными проблемами и может вызвать определенную волну негатива. Мы видим буквально сейчас тот процесс, который происходит в Индии, где на прошлой неделе внезапно ввели ограничение на нахождение определенных банкнот. Мы помним, что происходило в России четверть века назад. И, конечно, мое глубокое убеждение состоит в том, что никакие ограничительные меры здесь не нужны и процесс должен развиваться постепенно. Никакие идеи об ограничении того или иного вида расчетов не могут позитивно восприниматься обществом, потому что общество еще помнит павловские реформы, общество помнит гиперинфляцию времен Гайдара и дефолт 98-го. И наше общество настроено на то, что любые подобного рода действия с банкнотами, с валютой, они в общем-то будут восприниматься негативно. Поэтому я считаю, что никаких, это абсолютно оправданно, никаких действий по ограничению хождения банкнот в принципе быть не можно. Не может это деструктивная мера и ни к чему хорошему она не приведет. Нужно кропотливо ждать, пока общество само не дозреет до безналичного расчета, а это идет и собственно это процесс, который не остановить и в ближайшее время очевидно, что безналичный расчет станет доминирующим. Но в то же самое время я не считаю, что это правильно полностью отказываться от наличного расчета, потому что есть специфические сферы, специфические территории, например, удаленные от банковской сферы, территории с редким населением, сельской местности, где просто физически сложно оперировать такими понятиями, как безналичный расчет. Поэтому полностью уйти он во всяком случае в настоящее время точно не должен и вот эти сферы, сегменты экономики народного хозяйства, которые оперируют наличным расчетом, они конечно останутся.